Под веселые звуки балалайки истинно русское развлечение прыжки через скакалку. Это обязательная часть фестиваля. Так много лет назад делали и наши предки, рассказывают ребятам организаторы. А в нескольких метрах демонстрируют совсем не детское развлечение. Фланкировка казачьей шашкой, которая в руках профессионала может превратиться из грозного оружия в полезное для здоровья средства. А вот к битве готовятся войска Тимура и Хана Тахтамыша. Реконструкция событий, произошедших в наших краях на берегах реки Кандурча в 1391 году обещает стать одним из интереснейших моментов фестиваля. А при конструкции примут участие профессиональные актеры, в том числе зарубежные. У нас получается, скажем так, театрализованное действие по всем законам спектакля. То есть вот все то же самое. Единственное, мы переносимся на большое открытое пространство и в плане декорации у нас выступает матушка природы. Я здесь защитился, удар нанес и сразу сюда переказываюсь. Я все на свете использовал. Оттолкнулся, меч взлетел. Меч об меч, я тоже пользуюсь этим моментом. Для того, чтобы меня меч толкнули, я сразу же контратакую. А примерно так выглядит сам бой. Как уцелеть в котле, где удар может быть нанесен откуда угодно и любое касание шашки смертельно. Мечами друг друга рубить, в общем, сейчас уже не модно. А вот слаженность – это навык очень хороший, полезный и даже в современном мире. И мы ее здесь в основном оттачиваем. Показать, как это было и привить интерес к истории родного края не только детям, но и взрослым – основная задача фестиваля «Русь. Эпоха объединения-2019». Организаторы обещают, будет интересно. Техники парения научат в настоящей русской бане. Кроме того, будут работать интерактивные площадки и музейный городок. Ожидается около десятка тысяч зрителей. Недаром в 2018-м некоммерческая организация, ставшая инициатором проведения фестиваля, получила поддержку президента России Владимира Путина и фонда президентских грантов. Проект реализуется также при поддержке правительства Самарской области. «Эти деньги будут потрачены на организацию приезда делегаций, на подготовку реконструкторов, на приглашение всего этого театрализованного представления». Фестиваль «Русь. Эпоха объединения» пройдет 28 июля с 11 до 18.00 в окрестностях села Старый Буян. Вход свободный. Павел Баймаков, Сергей Костин. Новости губернии.